Друзья, всем привет! В этом ролике я расскажу о важности качественного приема пищи. Особенно актуальным данный вопрос является для людей с ВЗК. Мы рассмотрим 4 основных пункта, на которые нужно обратить внимание, чтобы ваше пищеварение было более эффективным. Вот он, типичный пример того, как не стоит подходить к приему пищи. Друзья, всем привет! В этом ролике я расскажу о важности качественного приема пищи, потому что данный процесс в большой степени определяет наше здоровье. Особенно актуальным данный вопрос является для людей с ВЗК. Сейчас я расскажу вам почему. Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, как правильно нужно питаться, чтобы извлечь из этого процесса максимальную пользу. В настоящее время диктует нам очень интенсивный ритм жизни. Все куда-то спешат, боятся опоздать. А разве мы куда-то опаздываем? Да, нам кажется порой, что мы опаздываем. Но это продолжается до тех пор, пока не ударит по голове какое-то обстоятельство или серьезное заболевание. И только тогда приходит осознание, что спешить было некуда. Постоянная спешка и многозадачность отражаются на всех сферах нашей жизни. Но сегодня мы затронем тему питания. Питание – это неотъемлемая составляющая нашей жизни. Благодаря тому, что у нас поступают питательные вещества, мы в принципе существуем, начиная от роста клеток и заканчивая выработкой гормонов. На все это нужен строительный материал, который мы получаем как раз таки через питание. Так почему люди так пренебрежительно относятся к этому процессу? Дело в том, что часто мы просто-напросто не задумываемся об этом. Пока у нас все хорошо, этот вопрос мы не трогаем. Но лучше предотвратить проблему, чем ее потом решать. В этом видео мы поговорим не о составе пищи, а о ее приеме. Ведь какой бы ни был хороший состав, при неправильном употреблении, мы не получим пользу, а можем даже нанести себе вред. Мы рассмотрим 4 основных пункта, на которые нужно обратить внимание, чтобы ваше пищеварение было более эффективным. А теперь давайте перейдем к рассмотрению каждого пункта отдельно. Первое. Это наше эмоциональное состояние во время приема пищи. Наша нервная система подразделяется на два отдела. Это симпатический отдел и парасимпатический отдел. Симпатический отдел отвечает за реакцию «бей или беги». То есть данный отдел нервной системы активируется при стрессовых ситуациях, когда мы находимся в движении, чем-то интенсивно занимаемся. Под влиянием данного отдела увеличивается скорость обменных процессов в органах и тканях, учащаются сердечные сокращения, увеличивается приток крови к мышцам, но при этом затормаживаются процессы пищеварения. Данный отдел нервной системы включается в работу, когда мы находимся в движении, чем-то активно занимаемся. Полной противоположностью симпатики является парасимпатическая нервная система. Она направлена на поддержание гомеостаза, то есть постоянства нашей внутренней среды. Парасимпатический отдел нервной системы активирует работу всех пищеварительных желез. Пищевода, желудка, тонкой толстой кишки, усиливается при этом перистальтика. То есть все процессы направлены как раз таки на хорошее пищеварение. Данная система активируется в нашем спокойном состоянии, расслабленном, когда нам ничего не угрожает. Делаем вывод. Принимать пищу необходимо в хорошем настроении, спокойном, расслабленном, не во время работы и не на ходу. В противном случае, большая часть нашей съеденной еды не будет переварена, а остатки, которые не переварились, приведут к процессам гниения и брожения, которые могут нанести уже вред нашему здоровью. Второй пункт, на который нужно обратить внимание, это поза, в которую мы принимаем пищу. Существует множество разных вариантов. Лежа на животе, на спине, на боку. Кто-то может умудриться вверх ногами. Но мы обычные прямоходящие люди. И у нас есть определенная физиология, которая подразумевает прием пищи в положении сидя, не обязательно на стуле. В таком положении не происходит с давлением, перегибов, препятствий для прохождения пищи. Да и законы всемирного притяжения никто не отменял. Переходим к третьему пункту. Как тщательно вы пережевываете пищу? Пищеварение начинается с ротовой полости. Чем лучше мы пережуем пищу, превратим ее максимально в жидкое состояние, тем лучше и качественнее она усвоится. И даже во время наших желательных движений стимулируются пищеварительные железы на протяжении всего желудочно-кишечного тракта. Заметьте, я уже больше года ем чайной ложкой. Это вошло в полезную привычку. При таком способе я не набиваю полный рот, и у меня появляется возможность тщательно обработать пищевой комок, а не быстрее его проглотить. Рекомендую взять на заметку. И четвертый пункт – это фокус вашего внимания во время приема пищи. На чем вы сосредоточены? Где находится ваше внимание? Непосредственно на еде? Или распыляется на другие процессы? Наслаждаетесь ли вы этим действием в полной мере? Я часто пренебрегал данным пунктом. Ел от скуки, на фоне какого-то фильма, часто на ходу. Воспринимал еду как что-то слишком простое и должное. И лишь после 21-дневного голодания мне удалось понять всю ценность данного процесса. Вам не обязательно проходить через такие испытания. Просто нужно задуматься и пересмотреть свои старые привычки. Если это видео было для вас полезно, то обязательно поддержите его лайком. А в комментариях укажите, какую ошибку вы допускали при приеме пищи. Не обязательно, чтобы она была из данного списка. Теперь вы знаете, какие ошибки не стоит допускать при приеме пищи. И данная информация пополнит вашу копилку знаний, которые в итоге придут вас к извлечению. Всем спасибо за просмотр. Желаю крепкого здоровья и удачи. До новых встреч!